здравствуйте уважаемые мои друзья зрители меня зовут владимир резников сегодня у нас очередное с вами занятие я хочу рассказать вам о ремонте микроволновой печи довольно много есть неисправностей и то что я сегодня расскажу оно будет я думаю интересно не только для новичкам которые сами хотят ремонтировать свою домашнюю микроволновую печь а будет интересно и людям которые профессионально этим занимаются уже есть очень много нюансов которые не так просто найти и определить при поломке микроволновой печи кажется что это простое устройство на самом деле оно довольно сложное и в процессе моего объяснения вы увидите что все это не так просто итак мы начинаем с вами ремонт микроволновой печи вот у нас есть микроволновую микроволновка будем ее так называть просторечье она называется микроволновка чтобы не тратить времени я ее заранее разобрал то есть я снял только крышку для того чтобы мы могли с вами не тратить время на обзор на нас на время на снятие этой крышки и так мы сняли с вами крышку что мы с вами видим здесь вот мы видим здесь как правило у всех микроволновок с этой стороны собрана вся электрическая часть ну первое это лампочка вот здесь находится лампочка если у вас лампочка перегорела заменить ее не составляет никакого труда вот здесь вы снимаете либо защелки вот такие либо клипсы либо винтом прикручено снимаете вытаскиваете меняете лампочку самая распространенная неисправность в микроволновых печах вот я здесь себе оставил все заметки со всеми неисправностями наиболее часто встречающимися буквально все рассмотреть я не смогу это потребует огромного количества времени но самые часто встречающиеся мы с вами рассмотрим первая самая распространенная неисправность это то, что микроволновка не греется. То есть мы ее включили в сеть, тарелка вращается лампочка горит внутри, табло у нас показывает счет времени, мы поставили допустим на 2 минуты а пища внутри не нагревается открываем микроволновку и начинаем поиск причины из-за чего это произошло вот посмотрите с этой стороны и так с чего мы начинаем процесс проверки прежде всего вот здесь у нас находится конденсатор этот конденсатор высоковольтный внутри у него стоит резистор который разряжает эти клеммы этот резистор может выйти из строя и тогда на вот этих клеммах конденсатора напряжение 3, 4, 5 тысяч вольт если вы прикоснетесь получите очень сильный удар и ожог током поэтому прежде чем начать что-то делать с микроволновкой мы берем с вами обычный кусок провода соединяем его вот здесь всегда есть какое-то отверстие или здесь отверстие где-то отверстие на корпусе и замыкаем эти клеммы конденсатора на корпус разряжаем наш конденсатор либо замыкаем их между собой куском провода разрядили конденсатор теперь мы с вами можем спокойно работать с чего мы прежде всего начинаем мы начинаем с вот этого предохранителя вот он беленький предохранитель очень часто он выходит из строя они бывают разной конструкции может быть вот такой прямоугольный может быть я сейчас вам покажу другой конструкции вот такой круглый предохранитель значит корпус довольно из прочной пластмассы выполнен мы открываем внутри видим предохранитель предохранители бывают они все идут на напряжение 5000 вольт 5 киловольт ампер 700 миллиампер 750 800 850 миллиампер роли не играет какой мы с вами нашли стоял на 0,8 ампера можно поставить на 0,7 это роли не играет поставили получилось снять эти клеммы поставить предохранитель замечательно не получилось значит просто припаяли новый предохранитель закрыли его вот в этот корпус и все будет нормально и поставили его туда если предохранитель сгорел значит мы с вами его меняем на новый предохранитель но прежде чем включить микроволновку мы должны с вами найти причину из-за чего он сгорел выйти из строя сгореть он может по нескольким причинам вот здесь у нас есть вот мы видим с вами внутри от конденсатора на корпус диод стоит высоковольтный диод сейчас я вам его покажу вот такие вот высоковольт вот такой вот высоковольтный диод стоит он может быть круглым может быть прямоугольным роли не играет разница только в ширине вот этой клеммы на круглых она узкая а на широких она а на прямоугольных она широкая этот значит этот диод не должен звониться значит у него сопротивление в одну сторону бесконечное ну как у обычного диода если он исправный а во вторую сторону у него сопротивление 15-20 мегом 15-20 мегом если сопротивление будет намного меньше это значит что этот диод вышел из строя он нам закорачивает конденсатор на корпус из-за этого сгорает наш предохранитель проверили если диод исправный проверяем конденсатор берем конденсатор вот он наш конденсатор вот на нем написано напряжение 2100 вольт проверяем сопротивление между вот этими вот контактами оно должно быть бесконечным если мы ставим на обычную прозвонку если мы ставим на огромное допустим на 200 мегом наш прибор то он нам показывает зарядку конденсатора то есть вот здесь вот сопротивление должно быть огромным если сопротивление здесь 0 значит конденсатор пробит его нужно поменять если конденсатор пробит если диод пробит у нас сгорает предохранитель и еще почему может сгореть предохранитель вот у нас есть магнетрон я не буду разбирать я заранее приготовил нам магнетрон вот посмотрите у магнетрона вот он вот высоковольтный вот сюда подключаются высоковольтные провода вот эта пластмассовая фишка которая держит вот эти вот контакты они проходят через нее она иногда пробивает напряжение очень высокое пробивается вот эта изоляция и тогда этот контакт замыкает на корпус вот если он замыкает на корпус значит тогда тоже сгорает предохранитель это следующая причина из-за которой сгорел предохранитель значит мы отсоединяем отсюда провода трансформатора и проверяем сопротивление между клеммой и корпусом мы ставим прибор наш вот посмотрите пожалуйста мы ставим прибор на 200 мигом на 200 мигом и проверяем сопротивление вот сейчас мы с вами посмотрим я вам сейчас покажу вот я взял клемму и прикасаюсь к корпусу сопротивление у нас бесконечное посмотрите на прибор сопротивление бесконечное вот я только прикоснусь он сразу мне покажет сопротивление 200 мигом даже через меня проходит показывает сопротивление Если на клемму, вот я поставил, сопротивление бесконечное, на 200 мигом, значит вот этот вот изолятор, он исправный. Значит причина не в нем. Иногда бывает, случается такое, что предохранитель сгорает сам по себе. Что-то произошло, какая-то пылинка, какая-то что-то паучок может быть пробежал и замкнул контакты высоковольные и сгорел предохранитель. Значит если вот мы вот все то, что я рассказал, проверили все исправно, значит предохранитель мог либо сам по себе выйти из строя сгореть, а может быть еще вот такая штука. Последнее высоковольтный трансформатор. Что он из себя представляет? С этой стороны слева две клеммы, на которые подается напряжение 220 вольт. Отсюда выходит напряжение 2, 3 или 4 киловольта. Значит сопротивление, как можно проверить трансформатор? Проверить высокую часть, высоковольтную часть сложно. Нам нужно иметь прибор, который выдерживает 10 киловольт напряжения. Если есть такой прибор, то можно конечно проверить. А если нет такого прибора, значит придется пользоваться вот такими вот методами. Они довольно простые, но очень надежные. Потому что я ремонтирую эти микроволновки очень много лет. И что я делаю? Значит смотрите. Если у нас, значит мы с вами берем тестером и меряем напряжение на первичной обмотке. Оно должно быть 2, 3 Ома. 2, 3 Ома. Дальше мы меряем напряжение на вот этой обмотке, вот который подключен. Вот посмотрите, вот у нас есть клемма. Вот она эта клемма, которая подключен предохранитель. Между вот этой клеммой и землей и корпусом нашей микроволновки должно быть 95-105 Ом. Если сопротивление будет меньше, значит проблема в этой обмотке. Первичная обмотка, я сказал, 2, 3 Ома. Если сопротивление будет 0 Ом или там 0,1 Ом, значит первичная обмотка вышла из строя. Если сопротивление на вот этой вторичной обмотке относительно корпуса будет меньше, чем 95-105 Ом, значит возможно она вышла из строя. И мы ставим на 200 мигом наш прибор, на 200 мигом, и проверяем сопротивление остальных высоковольтных обмоток. Отключаем от конденсатора и проверяем эти обмотки на корпус. У них сопротивление должно быть равно бесконечности, то есть больше, чем 200 мигом. Если сопротивление меньше, вышел из строя трансформатор. Как правило, если выходит из строя трансформатор, это ощущается каким образом? Он начинает очень сильно греться, и из микроволновки выходит дым, и чувствуется запах горелых обмоток. Когда горят обмотки в двигателе, вы знаете, запах горелых обмоток из трансформатора, если выходит из строя трансформатор. Но нужно сказать, что трансформатор выходит из строя чрезвычайно редко. Выходит из строя, но очень редко, ну может быть на ремонт, ну может быть 500-600 микроволновок, один раз трансформатор выходит из строя. Это так, из моего опыта точно я не подсчитывал, да и подсчитать невозможно. Могут попасться сразу две микроволновки, которые выходят из строя трансформатора. Но, как правило, это очень и очень редко. Итак, мы с вами разобрались. Если у нас не греет микроволновка, значит у нас вышла из строя одна из тех вещей, которые я сказал. Теперь, если все же мы проверили это все, и у нас все оказалось целым, мы должны проверить с вами подается ли напряжение 220 вольт на первичной обмотке. Снимаем вот эти две клеммы, подключаем к ним крокодилы нашего тестера, ставим на 220 вольт и включаем микроволновку. Если мы видим, что напряжение 220 вольт на трансформатор подается, вот все, что мы с вами обследовали, все, что мы с вами проверили, если у нас все исправно, значит проблема в магнетроне. Вышел из строя магнетрон. Внутри магнетрона находится лампа, она залита, мы ее не видим. И если все же микроволновка не греет, мы проверили вот все, что я сказал. Вышел из строя магнетрон. Ремонту он не подлежит, его нужно только поменять. Магнетроны бывают разных конструкций. Если, допустим, у нас вот такая конструкция. Если он, допустим, у нас крепится вот так, а выводы нам нужны не снизу, а, допустим, сбоку, вот эту чашку, в которой крепится здесь обмотка, ну вы увидите, если вы откроете, вот эта крышка открывается, она снимается, значит ее можно развернуть. Ее можно развернуть на 90 градусов. Здесь выкрутить винты, развернуть. Иногда, может быть, надо просверлить, сделать новое крепление, но развернуть ее можно. То есть его можно, можно поменять его конфигурацию. Потому что есть магнетроны, которые вот так стоят. Есть, которые, допустим, горизонтально стоят. Выводы внизу. Разные конструкции, их 4-5 конструкций магнетронов. Но вот эту вот чашку, ее можно развернуть, если нас не устраивает. Или удлинить провода, если нам не мешает. Это вы уже сами, если вы мастер, вы сами с этим разберетесь. Итак, если мы все проверили и у нас все исправно, значит у нас проблема в том, что вышел из строя у нас магнетрон. Есть микроволновки разных конструкций. Вот посмотрите. Вот у нас микроволновка, вот конструкция вот такой, это кнопки. У нас есть микроволновки вот такой конструкции панель. Здесь тоже кнопки, тоже кнопки. А есть микроволновки, у которых вот такая вот сенсорная панель. То есть здесь несколько слоев внутри. И между ними находится, вот мы нажимаем, это сенсорная панель. Если вот сюда попадает влага, вода, пар, жидкость, которые помыли и так далее, то вот эти вот слои, они склеиваются вместе, кнопки перестают работать. Ремонту не подлежит. Когда-то раньше они были, эти дорожки здесь внутри, их делали из латуни. И эти дорожки можно было с горем пополам как-то отремонтировать. Мне это удавалось иногда сделать. То есть сейчас это идет просто напыление. И если мы разберем с вами эти слои, они разорвутся. Они останутся часть на одной плате, часть на второй. Значит вот сюда не должна попадать никакая жидкость. Если у нас загрязнились вот эти вот кнопки, стали грязными, мы берем с вами кусок тряпки, смачиваем каплю-каплю, даем влаги. И протираем, протираем этой тряпочкой вот эту вот панель, чтобы вот сюда ни в коем случае не попала ни влага, ни вода, ни какая-то другая жидкость. Значит на это надо обратить внимание. Еще неисправность у нас какая может быть. Летят искры из микроволновой печи. То есть мы включили с вами, поставили какую-то пищу нагреваться, и у нас полная камера искр. Шум, треск, искры летят. В общем целый настоящий фейерверк. Из-за чего это происходит? Вот посмотрите, у нас справа здесь внутри находится пластина такая. Эта пластина сделана из специальной слюды. Эта пластина защищает нам наш магнетрон. Вот она стоит прямо напротив выхода антенны магнетрона. Она стоит. Она защищает нам магнетрон от попадания туда влаги, грязи, пыли и так далее. Эта пластина выходит из строя по двум причинам. Первая причина это поставили внутрь микроволновки какой-то металл. То ли металлическая ложка, вилка попала, то ли в микроволновку поставили тарелку с золотой каемочкой, это тоже металл. Иногда даже бывают какие-то на тарелке нарисованы или на емкости, которые мы поставили. Она, допустим, металлическая, она фарфоровая, стеклянная, но на ней нанесен рисунок, допустим, красные розы. Так вот, в краске этих цветов может тоже находиться металл. Это приводит к тому, что микроволны, которые дает магнетрон, они замыкают. И эта пластина выгорает. Это одна из причин. Поставили металл внутрь. Вторая причина заключается в том, что на эту пластину попали брызги жира. Когда мы с вами греем пищу, есть специальные такие тарелки, они полукруглые идут, с отверстиями вокруг, чтобы пар выходил, крышки такие. Специально для микроволновой печи. Вот этими крышками нужно любую еду, которую мы разогреваем, нужно накрывать. Если мы не накрываем, брызги попадают на вот эту пластину, она пропитывается жиром и начинает замыкать. Ремонту это не подлежит. Значит, нужно ее аккуратно снять. Либо приобрести такую же пластину, либо из большого куска такого же материала вырезать такую же пластину. Поэтому выбрасывать ее нельзя до тех пор, пока вы не поставите новую, чтобы у вас был размер. Потому что если вы ее выбросите, потом подгонять будет очень сложно. И мы меняем с вами эту пластину. И в дальнейшем мы с вами используемся тем, то, о чем я говорил. Ни в коем случае не ставить металл, и ни в коем случае не ставить, обязательно накрывать нашу пищу. Особенно накрывать пищу, из которой летят брызги жира, какие-то жареные продукты. Обязательно накрывать этой крышкой. Вот мы с вами поговорили об этом тоже. Теперь, значит, следующая у нас неисправность, может быть, вот какая. Мы с вами проверили, здесь напряжение 220 вольт есть. А если мы проверили, и 220 вольт на трансформатор не подается, значит, у нас проблема с электронной платой. Она не подает нам напряжение на трансформатор. Электронная плата, значит, из-за чего не подается напряжение. Здесь есть реле, которое включается и подает нам фазу на первичную обмотку трансформатора. Мы с вами смотрим, провод, который идет на вот эти вот обмотки, один из проводов должен обязательно выходить из этого реле. Мы помечаем, знаем, что это вот это реле. Что мы с вами делаем? Как мы его проверяем? Мы берем его, допустим, это вот это реле. Значит, мы берем его, отключаем. И на вот эти вот его контакты мы цепляем наш прибор. Ставим прибор на прозвонку. Крокодилами взяли за вот эти контакты и включили микроволновку. И смотрим. Если контакты замкнулись, значит, реле исправно. Если контакты не замкнулись, значит, реле неисправно. Но обратите внимание вот еще на что. Это реле, оно не работает, оно не включается постоянно. Как работает у нас магнитрон? Подается на него напряжение, он работает какой-то там 20-30 секунд, отключается. Снова 20-30 секунд, снова отключается. Вот так работает наше реле. Поэтому, если вы включите, увидите, что оно включилось через каких-то 15-20-30 секунд, выключилось, значит, оно нормально. Но раз оно включается, значит, реле исправно. Если оно не включается, значит, реле неисправно. Его нужно, тогда нужно разобрать эту плату, нужно вытащить это реле и сможете отремонтировать. Можно его отремонтировать. Оно открывается, можно крышку с него снять, зачистить контакты, посмотреть, что там с пружинками. Возможно, там, если контакты уже прилично выгорели, все, значит, лучше просто заменить это реле. Если нет возможности заменить реле, не можете достать, не можете нигде купить, ремонтируйте его, зачистить контакты в реле, я думаю, что это вы сможете. Будьте осторожны при проверке реле, если вы захотите на самой плате проверить исправность реле, подавая туда напряжение, допустим, 12 вольт, на нем написано 12, как правило, это 12 вольт, иногда бывает 18 вольт на катушке реле, иногда бывает 24 вольта на катушке реле, но, как правило, это 12 вольт. Осторожно, смотрите, значит, между обмотками реле включен диод. Если вы неправильно подадите напряжение, этот диод может выйти из строя, сгореть. Тогда у вас появятся две проблемы, у вас и реле, и диод, поэтому лучше выпаять это реле, подать на его обмотке 12 вольт, подключить прибор, и пощелкать, и посмотреть. Если реле работает исправно, значит, надо искать тогда другую причину. Другая причина, это может быть в трансформаторе, может быть, не пропой трансформатора. Но, как правило, если не подается напряжение на первичную обмотку, то проблема, это с вот этим реле, которое подает напряжение на первичную обмотку трансформатора. Следующая у нас неисправность будет, значит, что у нас может быть еще? Значит, есть микроволновые печи с грилем, есть простые, вот у нас простая, есть с грилем, и есть с духовкой, конвертер. То есть, в микроволновой печи, вот здесь сверху, стоит еще тен, гриль, и стоит, если это с конвертером, с духовкой, то сзади микроволновки тоже стоит тен, стоит вентилятор, который гонит горячий воздух внутрь, для того, чтобы мы могли... То есть, духовка, обычная духовка. Значит, если здесь есть гриль, сгорает вот этот предохранитель, нужно посмотреть причину, из-за чего он сгорел. Он может сгореть по нескольким причинам. Может быть, в высоковольтной части какая-то неисправность. Вот этот высоковольтный предохранитель, о котором я говорил, есть микроволновки, где его не ставят. И тогда, если произошло вот какое-то замыкание, вот в том, о чем я рассказывал, он не может сгореть, его просто нет. Здесь от конденсатора напрямую включена обмотка трансформатора. Тогда выходит из строя вот этот предохранитель. Если это все исправно, значит, из-за чего мог выйти предохранитель? Вот здесь вот есть тен, который гриль, этот гриль, он может замыкать. Значит, надо его тоже проверить. Проверяется, как обычный тен, как обычный гриль. И что я хотел вам еще сказать. Следующая неисправность, тарелка не вращается. Тарелка не вращается, это может быть по нескольким причинам. Одна из причин, самая основная и самая распространенная, это вышел из строя двигатель. Мы с вами знаем, что вот здесь вот внизу стоит этот двигатель, вот вертушка тарелки, у нас вот она коричневого цвета. Если она не вращается, что мы с вами делаем? Мы с вами берем, переворачиваем микроволновку, вот здесь у нас есть крышка. Выкусываем вот эти вот уголки, снимаем эту крышку и меняем двигатель. За ней стоит двигатель. Два контакта, отключаем, выкручиваем двигатель, а потом эта крышка ставится, вот видите здесь отверстие, вот она вот этим хвостиком заходит в это отверстие, а вот этим она закручивается вот в этот винт. Тут все предусмотрено. Меняем двигатель. Еще одна неисправность, мы смотрим, тарелка вращается плохо, какими-то толчками она вращается. Могут быть две причины. Либо вышел из строя двигатель, и он, у него там зубчатая передача, у него стоит двигатель и редуктор. В редукторе какая-то неисправность, а может быть очень простая бытовая неисправность, вот кольцо, которое находится под тарелкой, вот в эти колесики попадает жир, который потом обрастает грязью. Эти колесики плохо вращаются, из-за этого тарелка идет у нас толчками. Я думаю, что на этом мы закончим с вами первую часть, потому что еще очень много я хочу вам рассказать. Я вам расскажу об этом на следующем нашем занятии. А на сегодня я прощаюсь с вами. Вы посмотрели первую часть моей передачи «Ремонт микроволновок». Внизу под моим видео вы увидите ссылку на мой сайт. Зайдите, посмотрите, там есть очень много интересных вещей. Задавайте мне вопросы. Я ремонтирую всю бытовую технику, электронику и часы, то есть практически все, что есть в доме. Если что-то вам нужно отремонтировать, вы не знаете как и не у кого узнать, не у кого спросить, обратитесь ко мне. Я вам с удовольствием отвечу и подскажу. А продолжение ремонта микроволновки, здесь еще очень много мне надо рассказывать, я вам расскажу тогда во второй части нашей передачи. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. До свидания.